МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Толерадо компании Гомелю, студия и працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. 77 годов под мирным небом. Комарын сегодня означает годовину вызволения от оккупантов. Прационная дисциплина под контролем. Мобильная группа Гомельского гарвы Канкама обновила рейдовую работу. Сябры и коллеги. У Гомеля проходят споборництвы кинологов. А зараз об этом и иншим больше подробно. Александр Лукашенко уступил на посаду президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла в Палаце незалежности. Але спочатку керавник державы у кортежи проехал про весь город. Маршрут символичный. Спочатку по проспекте незалежности, после пераможцев. Как знак того, по-перше, что инаугурация президента совсем не таимнится. По-другое, что вся наша краина перемогла. На урочистость запросили парадку 700 человек. В зале высшие службовые особы, депутаты Палаты простовников и члены Совета Республики, керавники державных органов и организаций, мясовых органов улады, республиканских СМИ, дейши навуки, культуры и спорту. У ответственности с Конституцией краины президент заступает на посаду после принесения присяги на верность своему народу и айчиня, поклавши правую руку на Конституцию. Александр Лукашенко вымавил присягу на белорусской мове. Заступаючи на посаду президента Республики Беларусь, урочисто клянусь, верно служить народу Республики Беларусь, поважать и оховывать правы и свободы человека и гражданина, заховывать и оборонять Конституцию Республики Беларусь свято и добросумленно выконовать ускладенные на мяне высокие обовязки. Беларусский лидер подписал акт о принесении присяги. После керавник Центра выборка Малидия Ярмошина уручила Александру Лукашенко посвящение президента. По часу расистой церемонии керавник державы заявил, что уступаю посаду с подшитьем гонору за свой народ. Президент подкреслил, будет зроблено усек, обзбиравшись покой у Беларуси. Наша краина, як любая мостная держава, завсюду застанется мирной и доброзыщливой, а ее внутренняя политика – социально ориентированной. Сила беларусской власти, залог доверия к ней заключается в том, что даже в самое трудное время мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой беларусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях. Важно, чтобы и молодежь сохраняла уважение к своим родителям. У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости. Мы показали, что создание нового возможно только на базе достигнутого. В целом, мы не отступим от системного движения вперед, при этом не откажемся от ставки на новации и эффективную экономику. Мудрые инвесторы, мыслящие категориями трансграничной коммерции, оценят наши действия по созданию привлекательных условий для бизнеса. Но в основе государственной политики человек и наша готовность на новом качественном уровне ответить его ожиданиям. Также в числе приоритетов – новое общество. Оно настроено на более активное продвижение общественно-политических инициатив. Как я уже говорил, мы ведем работу над новой конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, настоящей партийной системы. Усовершенствовать избирательное законодательство. Отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается. При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей. Протягиваем выпуск. Одна из самых поудневых кропок Беларуси – Комарын сегодня означала день вызволения от оккупантау. По ширыми променями Неповосинский теплого солнца побошь с помником воинам-возволителям прошел расистый митинг. В 77 году тому Комарын стал первым населенным пунктом, вызволенным от фашистов. 23 вересня Днепр пошел штурмовать батальон 360-го стрелкового полка. Бой с ворогом продолжился больше за сутки. Потом свыше 20 воинов, которые измогались в районе Комарына, были проставлены до звания Героя Советского Союза. В братской могиле поселка – мальше 130 человек, которые исхилили свои головы для свободы родной земли. Эта трагедия должна заховаться в памяти белорусов у нас завжды. Шлях нашей краины – это мир для каждого из нас. Темчасом в Гомельской области протягиваются мероприемцы, присвященные Международному дню миру. Одно из них отбылось у педагогичным колледжей Мявыгоцкого. Его расистой часткой стало присвоение медалеву гонор 75-й годе перемоги гоноровым гостям с устречи. История демонстрирует, что каждые 100-150 годы в свете отбывается война, в которой утягивается множество держав. А между особицами особого масштаба практически николи не спыняются. Невеликые войны, которые уносят жители людей, есть зауседы. Каждый раз после таких конфликтов человечество делает источный крок назад, потому что доводится многое одновлять, а не идти наперед. Вот тому Международный день миру, який призванный донести до людей небезпеку войнов, вельми важный для сучасного человека. Особливо для молодых. Тому сустречу с юнаками и девчатами, чей дорослый житевой шлях только начинается, а святопогляд активно формируется приоритет для миротворцев Гомельщины. Пригласили на эту встречу в основном нашу молодежь, студенты, которые сегодня учатся, а завтра они уже будут и специалисты, и руководители, чтобы они послушали, что такое мир, и главное, что мы сегодня должны делать, что должна делать молодежь, чтобы у нас было спокойствие. И мы все это тесно увяжем с теми мероприятиями, которые сегодня есть в нашей республике. День миру пошли означать 19 году тому по рашении Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В раз 20 году было принято рашение, что год означать эту дату, как день отмова от гвалта и день спинения огню. Оборона права уработника это пытание было основным на сегодняшнем посяжении президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. За первой погоде профсоюзу судовым парадку вернули працу 10 незаконно звольненным работникам. У позасудовым парадку больше, как у 50 выпадках, удалось вырешить пытание непосредственно с наймальником. Таким шином люди заховали свои рабочие мессы. Также в судебном порядке, если говорить о результатах финансовых, в пользу работников было взыскано порядка 297 тысяч рублей. Это в судебном порядке. Это те денежные средства, которые наниматели незаконно не выплатили либо незаконно удержали с работников. А кроме того, на посяжение обмирковали шерох инших питаньев. Сярутых – святкование Дня пожилых людей. Традиционно, правсоюзы региона рыхтуются до его «Доброченные акции. Насыщенные планы» и «На день матери». На проходной предприятии учреждений и организаций будет продолжена республиканская акция «Поздравим маму вместе». Но областное объединение будет готовить свой торжественный прием, привроченный ко Дню матери. Будем чествовать женщин-профсоюзных лидеров, женщин-матерей. После перепынки, выкликанного неспрояльной эпидемичной ситуации, у Гомеля обновила работу мобильная группа «Гаровы Конкама». Сегодня она наведала один из вытворчих участков коммунального предприятия «Чигуношная». Какие порушения были выявлены подчас проверки, ведут наши корреспонденты. На вытворчую базу коммунального жильево-ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия «Чигуношная» мобильная группа «Гаровы Конкама» приехала до начала праздного дня. Это традиционная практика. Проверка праздной дисциплины. На это распорушение не зарегистрировано. Не выкликаюсь вопросом и вынеки проверки праздников на алкотестеры. В состоянии алкогольного опьянения не находится никто. У отразления от ситуации, которая регистрировалась 10 лет тому, сегодня выпадки, когда кто-то приходит на предприятия в «Нитверозном стане» стали значительно больше редкими. И такая лишь бы. В этом году за порушение дисциплины на коммунальном предприятии «Чигуношная» были извольнены у всего два человека. Куда больше значная проблема не доход специалистов с опытом практичной работы. Именно специалисты, которые должны отвечать за электрохозяйство, за тепло, это, конечно, да. Ну и очень, как говорится, испытываем большой кадровый голод именно в специальностях мастеров и ведущих инженеров. Именно пара его. Конечно, да, сейчас у нас несколько отсутствует, потому что должна быть и соответствующая квалификация, и мы уже, как говорится, требуем, чтобы и опыт был. Хоть в уголе без зауваг проверка все ж таки не обыходится, начиная от неправильного оформления документации. Кто конкретно оховывает моемость в ночный час и как водитель смог пройти медицинский огляд еще до приходу на работу? Для городской мобильной группы дробезов не иснует. Дальше практически нигде працавников сегодня не проверяют на наявность в организме наркотичных сродков. Процедура не та, но и в организациях на ее часто экономят. Еще одно питание даст на шине техники. Ты ж аптечки и вогнетушители есть не усюды. Порушения сдавалось незначные, але и они могут привести до несчастных выпадков. В этом году на вытворчасти у Гомеля загинули пять человек. Летость за этот период трое, что робить проблему захавания працонной дисциплины особливо актуальной. Ситуация, что касается дисциплины, производственной дисциплины и дисциплины труда немножко расслабилась. По сравнению с каком, например, в первом квартале, начале второго было. Поэтому нужно эту дисциплину возвращать на место, восстанавливать. Люди данные понимают, что только соблюдая все необходимые производственные процессы и своевременно приходя на работу, выполняя все соответствующие данные технологическим процессам, только это будет результат. Олег Шанчуров, Вольга Коновалова, Андрей Иванов, Телерадио компания «Гомель». Каля 80 вакансий пропонуют беспроцентным надшарговым электронным кирмаши у «Гомели». Ее надбудется завтра с 10 до 12 годин на сайте иваканси.бай. Специалистов розного профиля набирают в предприемстве «Станка Гомели», «Делкам-40», «Гомсельмаш», «Централит», «Гомельский завод станошных вузлов» и иншие. Электронная платформа позволяет союзкальникам читать пропоновы, задавать питания процедавцам и отправлять резюме. Якость продукции – головная умова по успеху. Рогачевский молочно-консервовый комбинат за массовые позиции на внешних рынках не перешкодила навод пандемия. Все летоэкспорту по равнанию с минулым годом повелишился большим на 20%. Одно из самых передовых предприемств в области наведал Дмитрий Котов. Рогачевская сгущенка давно стала национальным брендом. Як означаюсь на предприемств и рецепт молочного продукта тримается в секрете. Повторить уникальный насыщенный смак спробуют многие, однако тримать подобные выники еще не удалось никому. Сгущенное молоко разливают и пакуют на этом участке. Усяго около 350 тысяч бляшанок за сутки. Это приблизно 40 партий. Популярностью спожилцаны были и рогачевские сыры. За сутки вырабляется 20 тонн. Молока при этом потребуется в 10 разов больше. Мы вырабатываем несколько видов как твердые, так и полутвердые сыры. К твердым сырам у нас сейчас относятся пармезан и гранди густо. Ну а полутвердым это весь наш ассортимент и 35% и 45%. Твердые сыры у нас созревают 4 месяца, 6 месяцев в год. Полутвердые у нас созревают от 35 до 45 суток. Рогачевские МКК – предприемство экспортно-ориентованное. На замежные рынки накировывается больше за 80% продукции. У списка гандлевых партнеров около 20 краин. Один из новых рынков объединенные Арабские Эмираты. Что месяц у Дубайсы ходят в среднем по два контейнера огульной вагой 40 тонн. Как означают специалисты, анализ продажа показал добрую динамику, тому в планах повеличить ассортимент продукции. А кроме того, Рогачевский МКК протягивает заманцовывать свои позиции на рынку США. Управнание с минулым годом экспортные поставки в эту Украину все лето повеличились в 9 разов. Продукция комбината проставлена не только в крамах розничного гандлю, но и в самых буйных сетках США. Мы сегодня уже стоим на регулярных поставках Израиля, на регулярных поставках нашей продукции, которая реально пользуется брендовым таким названием это Соединенные Штаты Америки. Естественно, мы потенциально увеличиваем поставку в Российскую Федерацию. Дарыш, эпидемиологичная ситуация в свете не отбилась на работе Рогачевского предприемства. Не был сорванный ни один контракт. Больше затое, дякуючи экспортной политике, Рогачевский молочно-консервовый комбинат с початку года повеличил экспорт большим на 20% и на досягнутым предприемство спойняться не сбирается. Тут уповнены узмацнение экспортных позиций только питание часу. Планы одни, только расширение рынка реализации, модернизация производства, чем мы на сегодняшний день занимаемся. Если до этого мы имели один цех производства сгущения молока, где производилось в пределах 450 тонн молока сырья для переработки, то сегодня мы строим идентичный цех еще для дойпака бокинг-боксов, то бишь промышленной тары. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель, Заргачева. На 20% большим летость БМЗ повелиши поставки арматуры в Африку. Сумма продажи на континент за селедни 8 месяцев перевысила 11 миллионов долларов. Уся с початку года предприемство реализовало свыше 560 тысяч тонн арматуры, с якой 90% отправили на экспорт. Покупники названной продукцией БМЗ омальдва десятки краин. Самые буйные спожилцы Россия, Израиль, Литва, Украина и Великобритания. Что тишится Африки, то тут импортеры Сенегал, Кодзивуар, Бенин и Гана. Усяго продукцию белорусского металлургического завода в этом году отгружали в полсотню краин, 50% в Европу. У Гомельска в области у стабилизационные фонды на межсезонный период плануют закласти 8 тысяч тонн бульбы, больше 1800 тонн яблик, 3,5 тысяч тонн цибули. Объемы закладки вызначены с уликом потребностей внутреннего рынка и умов для захования продукции. Все лето повеличенная закладка ячинных яблок леташнего запаса хопила только до конца лютого. Иншой продукции до нового урожаю. Для захования огородненной и садовины саденюшают 41 сховиша. 27 из них уже отримали акты готовности. Контрольная дата по створению стабфонда 15 листопада. Айчинную продукцию вересник-острышнику будут продавать на кермашах. За этот месяц их проведут свыше 1200. Когда позволят на дворе они будут работать и в листопаде. В Гомеле затримали злочинцев и обошкодили бомбу. Правда, по часу ученев. В областном центре проходит чемпионат по службовым шматборгам кинологов. За споборництвами назирала Вероника Гамзюкова. В областный центр приехали кинологи внутренних и пограничных войсков, а так само департаменты на территории войсковой части 55-25, где и проходят с поборництвы, собрались 12 команд. У каждой по три кинологи и две собаки. На протягу трех дней они проходят шерох выпробований, все роды яких пошук наркотиков и выбуховых речевого полоса пирожков от затримания порушальника. Переможат той, кто по выниках всех выпробований наберет больше баллов. Каждый специалист кинолог готовится и считает своей честью выступить на этом чемпионате для того, чтобы его соединение в воинские части выбрали и направили на этот чемпионат. Есть чемпионаты в соединениях и воинских частях. Проводится отбор, проводятся свои чемпионаты в соединениях и лучшие команды отправляют сюда лучших участников. Использование собак на данном чемпионате это от года, то есть больше 11 месяцев, ну и окончательный срок как бы не установлен. То есть есть и достаточно возрастные животные, которые хороший результат показывают, стабильный. Они тоже здесь участвуют наравне с молодыми. Мэда с поборництвом не только одобрать лепшие кинологичные пары на международные республиканские турниры, але и отримать новый опыт. Для некоторых спортсменов и их подопечных это добрая махчимость проверить навыки. Кинологи Оген Гулида разом с трехгодовым джеком працует год. Немецкая учарка трапила до его уже дорослой. По куль на затриманьях и пошуковых мероприемствах эта пара не працавала. И все пошел работать возле людей искать запах вещи на человеке. Долго был процесс привыкания собаки именно ко мне. Но потом уже после привыкания уже пошел процесс так скажем дрессировки. Не знаем бед. Служим. По выниках двух дюн гомельские кинологи займают первые позиции у турнирной таблицы. Завтра у дельника учакают пошуковые мероприемства. Выники подведут с 25 вересня. Вероника Гамзюкова и Евген Макеенко Телерадо и компания Гомель. Гэты инши новинны информацию о проектах Телерадо и компания Гомель вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Усего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Николай Скентеян. Здравствуйте. В речице нетрезвая женщина перевозила в автомобиле троих детей. Попала в поле зрения сотрудников ГАИ, когда выезжала с автозаправочной станции. В салоне иномарки дети в возрасте от 6 месяцев до 7 лет. В удерживающем кресле был лишь один из них. Во время беседы милиционер заподозрил, что женщина в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,24 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Вместе с детьми ее отвезли домой. Составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил перевозки детей. В Брагинском районе уничтожили более полутора гектаров конопли. Сотрудники РОВД и пограничники организовали рейд по контролю за местами произрастания наркосодержащих растений. В ходе мероприятия они обнаружили поле с дикорастущей коноплей. Местное сельхозпредприятие помогло его обработать. Уничтожено более двух с половиной тонн. В Гомеле пьяная мать набросилась на сотрудницу ИДН. У женщины трое малолетних детей, при этом она злоупотребляет алкоголем. Школьный учитель ее сына решила сообщить о неблагополучной семье в милицию. По месту жительства прибыла комиссия из представителей школы, милиции и медицинских работников. Хозяйка встретила их агрессивно, а на инспектора набросилась с кулаками. Женщина задержана, возбуждено уголовное дело. Решение о судьбе детей примет комиссия по делам несовершеннолетних. Гомельский городской отдел ПЧС совместно с госавтоинспекцией провел рейд «Уступи дорогу спецтранспорту». Его цель напомнить водителям насколько важно не затруднять проезд пожарных машин к месту вызова. По запланированному маршруту выехали четыре экипажа ГАИ с включенными маячками и машинопожарной аварийно-спасательной части номер 5. Большинство водителей уступали дорогу сотрудникам МЧС. Тем, кто не отреагировал на звуки сирены спецтранспорта, разъяснили правила дорожного движения. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра в экстралиге хоккейного чемпионата Беларуси очередной игровой день. Гомель в ранге лидера принимает на своем льду невнятно стартовавший в чемпионате Неман. Гродненская команда на шестом месте. Начало поединка в 19.00. Параллельно в Жлобине начнется матч между Металлургом и Динамо Молодечно. Сталевары сейчас на второй строке таблицы чемпионата Зубры на пятой. Игроки из клубов Гомельской области в расширенном списке футбольной молодежной сборной Беларуси. На участие в сборе, который начнется 5 октября, претендует 29 игроков. Среди них защитники Мозырской слави Владислав Малькевич и Глеб Шевченко, представитель линии обороны гомельского локомотива Владислав Лях и полузащитник Гомеля Антон Суша. Окончательный список из 23 футболистов определится на следующей неделе. 9 октября в Жодино белорусская молодежка проведет матч квалификации чемпионата Европы с командой Кипра. 13 октября на выезде игра против сборной Норвегии. В Могилеве состоялся чемпионат Беларуси по стрельбе из лука. В общекомандном зачете гомельчане заняли третье место. В личном зачете две награды. По серебру завоевали Алина Малаева и Даниил Кравченко. Команда Сдюшор Гомельского района выиграла общий зачет областной спартакиады детско-юношеских спортивных школ 2005-2006 годов рождения. Спортсмены из Гомельского района заняли первое место в соревнованиях юношей. У девушек на пьедестал не попали. На втором месте итогового протокола расположились воспитанники с Дюшоргом Сильмаш. В турнире юношей гомельчане заняли второе место в командном зачете у девушек третье. Бронзу общего зачета увезли с собой спортсмены Хойникской Дю США. У них золото в состязаниях девушек и бронза у юношей. На вторую ступень пьедестала в командном зачете у девушек поднялись воспитанницы Лоевской Дю США. В Гомеле определили и победителей областного первенства по шахматам. Около 40 спортсменов в возрасте до 8 лет оспаривали награды в трех категориях классика, блицы и быстрые шахматы. В классике у мальчиков в командном зачете победили мазыряне у девочек гомельчанки. Такой же расклад и в быстрых шахматах. В блице верхние строки итогового протокола и у девочек и у мальчиков хозяева турнира оставили за собой. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.